Привет, друзья! С вами снова я, Илья Пономаренко, и в этом видео я хочу поделиться с вами шестью простыми секретами того, как успевать в жизни всё. Итак, мне немножко светит солнце сейчас в глаза, поэтому я, скорее всего, буду щуриться. Первый секрет того, как успевать в жизни всё, это не удлинять свой рабочий день. Вам часто кажется, скорее всего, что если вы сделаете сверхурочную работу, или же останетесь на работе немножко подольше поработать, то, может быть, вы успеете доделать ваш проект очередной или какое-то задание. Так вот, в реальности продуктивное время человека составляет всего от 40 минут до часу времени. Всё остальное время, даже на работе, официальное рабочее время тратится абсолютно непродуктивно. А если вы ещё останетесь и будете делать сверхурочно, работать сверхурочно, то вы больше устанете и не успеете восстановиться просто для следующего дня. В итоге вы, вместо того, чтобы успеть доделать ваш проект, вы потратите время впустую, и на следующий день вы будете чувствовать себя уставшим, не выспавшимся, не отдохнувшим, и будете работать просто весь день непродуктивно, за счёт чего ещё меньше успеете сделать во второй день, чем могли бы. Секрет второй. Вы не должны делать всё сами. Вы не мастер на все руки, и вы не можете делать просто всё сами так же хорошо, как это могли бы делать люди, которые являются специалистами в конкретных каких-то областях. Поэтому ваша задача – искать помощников и делегировать им то, что вам либо неинтересно делать, либо то, что вы не хотите и не умеете делать, потому что вы потратите гораздо больше времени на изучение каких-то фишек, на изучение каких-то техник, чтобы в итоге вы могли делать то, что другие сделать могут за вас намного быстрее, лучше и качественнее. И, может быть, на первый взгляд кажется, окей, прикольно помощников искать, а это стоит денег. Да, это стоит денег, но подумайте на секунду. А помощник сделает задачу намного быстрее и эффективнее, чем вы. В итоге он потратит намного меньше времени, чем потратили бы вы. И, исходя из этого, ваш проект, ваша задача будет быстрее завершена и готова к продаже, к презентации, чем если бы вы делали это сами. И параллельно с этим вы можете заниматься какими-то другими вопросами, другими задачами, и тем самым вы в два раза эффективнее и быстрее будете работать, чем если бы вы сидели и сами всё это делали. Поэтому второй секрет того, как успевать в жизни всё, это делегирование. Ищите помощников и делегируйте ваши задачи. Причём это относится абсолютно ко всем сферам вашей жизни. Если вы не только работаете или занимаетесь бизнесом, а, например, у вас дети, и вы сидите с ними по дому, наймите няню. Если вам по дому нужно делать много задач, много вещей, там, уборка, стирка и так далее и тому подобное, то также вы это можете всё аутсурсить. Наймите человека, уборщика, уборщицу, который придёт и будет убираться у вас там один-два раза в день, в неделю дома. Если нужно стирать, отнесите в прачечную одежду вещи, и это сделают за вас. Делегируйте. И тогда вы сможете успевать намного больше и делать намного быстрее дел, чем у вас это получается сейчас. Третий секрет – это автоматизация всех задач. Скорее всего, вы имеете в вашей жизни или в вашем бизнесе рутинную какую-то работу, задачи, которые вы должны делать изо дня в день. Каждый день вы должны какие-то вещи делать, вот, они повторяются просто, да? Так вот, самое лучшее, что вы можете сделать, это автоматизировать эти процессы. Если, допустим, речь идёт о каких-то звонках, значит, вы пишите, составьте список из часто задаваемых вопросов клиентов, и отдайте это какому-нибудь вашему помощнику на аутсурс, то есть, чтобы за вас обрабатывали, отвечали на эти вопросы. Если это речь идёт о проверке там имейлов или о какой-то графической работе, также вы можете составить скрипт пошаговый, что вы как делаете, под какой последовательности, и отдать это на аутсурс. Если у вас любые, если у вас есть задачи, связанные с написанием текстов, с, опять же-таки, если это касается не бизнеса денег, а какой-то работы по дому, то же самое. Вы можете составить список из пошаговых, из пошаговых таких пунктов, то есть, что, когда, в какой последовательности вы делаете. Например, если вы там, возьмём банальный пример, такой глажка белья, значит, составляете список, как вы гладите бельё, там, шаг первый, ставите доску для глажки, не знаю, шаг второй, включить утюг в розетку, шаг третий, положить там, расправить бельё, шаг четвёртый, гладить там, справа налево, слева направо, я не знаю. В общем, автоматизация процессов. Вы должны составить список каждого повторяющегося действия, то есть, пошаговый чек-лист, как, в какой последовательности, что нужно делать, и затем взять любого Васю с улицы и дать ему в руки, в зубы этот пошаговый план, пошаговый чек-лист и аутсурсить таким образом все повторяющиеся задачи, всю рутинную работу. Вы сразу удивитесь просто, сколько свободного времени в итоге у вас появится. Следующий секрет – это вам нужно избавиться от перфекционизма. Согласно исследованиям учёных, перфекционисты теряют из вида общую картину происходящего, так как они более сосредоточены на каких-то мелких деталях, на исправлении мелких деталей. Кроме того, перфекционисты, как правило, они не сдают проекты и работу вовремя, потому что им всегда кажется, что что-то недоделано, что-то можно сделать ещё лучше, и в результате тормозится развитие всего проекта, развитие всего процесса. И перфекционисты, как правило, часто не сдают проекты вовремя. А мы, я думаю, знаем все прекрасно, что лучше один раз сдать или сделать что-то вовремя, чем 10 раз сделать что-то идеально, и вот чтобы всё подходило заранее. Потому что скорость на самом деле решает. Поэтому перфекционизм – это тормоз вашего развития и вашего прогресса. Поэтому четвёртый секрет – вам нужно избавиться от перфекционизма, если вы хотите тратить намного меньше вашего времени на доработку каких-то мелких деталей. Пятый секрет – это, как бы это ни казалось странным, вам нужно уделить время себе, побыть немного в уединении и отдохнуть. Как правило, в такие моменты ваш мозг, ваше внутреннее состояние сильно улучшается, вы чувствуете себя бодрее, отдохнувшие. И далеко не редко, что именно в такие моменты приходят самые лучшие идеи, потому что активируется работа мозга, потому что он не перегружен. Пятый секрет – это сделайте себе просто выходной. И последний, шестой совет или секрет того, как успевать в жизни всё. Старайтесь поменьше говорить «да». Как вы думаете, что важнее? Вот подумайте просто, вздумайтесь над такой вот мыслью, да. Что важнее для вас – количество выполненных задач или качество каждой выполненной задачи? Если вы берёте на себя много очень мелких дел, которые, в принципе, могут сделать и другие за вас, то вы рискуете потратить 80% своего времени на абсолютно неэффективные какие-то штуки и вещи, которые дадут вам всего лишь 20% результата. И тем самым вы просто, ну, как бы сами себя тормозите и транжирите ваш самый драгоценный, бесценный ресурс в жизни, время, которое не вернуть. Ведь даже сейчас вы смотрите это видео, и каждая секунда, которую вы посмотрели, она уже не вернётся обратно. И поэтому я стараюсь не тратить ваше время впустую, а давать только ценную и полезную информацию для вас. Поэтому шестой секрет – это перестаньте говорить многим мелочам «да» и концентрируйтесь только на тех вещах, которые дадут вам 80% результата. Всё остальное вы должны отрезать, отсечь и, по возможности, просто отдать на аутсурс. То есть пусть это делают другие люди. Ваша задача – делать те 20% действий, которые дадут вам 80% результата. Я думаю, с правилом Паретта вы уже знакомы. Итак, вот такие простые 6 секретов того, как успевать в жизни всё. Всё. Внедряйте, применяйте и успевайте делать намного больше в вашей жизни, за счёт чего вы сможете и получать быстрее результаты, быстрее реализовывать ваши цели и мечты. Прямо под этим видео есть ссылка на мою бесплатную книгу, где я вам рассказываю о 10 секретах того, как быть в Германии всегда при деньгах. Она действительно абсолютно бесплатна. Вы можете её скачать, нажав на ссылку прямо под этим видео, в описании под этим видео. Также добавляйтесь ко мне в социальные сети, в друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, пишите, задавайте. Мне нужна ваша обратная связь, чтобы я мог также дальше снимать полезные и интересные видео для вас, которые действительно вам будут помогать. И мне на самом деле очень важен ваш фидбэк, ваша обратная связь, потому что помимо того, что я смогу давать вам действительно то, что вам интересно и нужно, для меня это ещё как бы такая небольшая мотивация снимать видео дальше. Конечно, я их снимаю для себя в первую очередь, мне это нравится просто, но мне бы хотелось быть и для вас чем-то полезным. Качайте книгу бесплатную «10 секретов того, как быть в Германии всегда при деньгах». Ссылка под этим видео. И меня зовут Илья Пономаренко, мой сайт ильяпономаренко.com Я надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайк, делитесь им со своими друзьями. И до новых встреч в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok